Здравствуйте! Вы смотрите программу «Главная тема». Главная тема – программа, в которой ни один вопрос не остается без ответа. В студии глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов. Андрей Робертович, здравствуйте! Добрый вечер, Петр. Добрый вечер жителям Одинцовского района. Ну что ж, я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Номер нашего студийного телефона – 495-508-86-84. Если он занят, а это вполне естественно, то можно набирать альтернативные номера. Вы можете видеть их на экране своих телевизоров. На линии находятся операторы, которые примут и обработают все ваши звонки. Даже если их не выведут в студию, не огорчайтесь, все обращения будут переданы в администрацию района. И по каждому конструктивному вопросу будет дано соответствующее поручение. Кроме того, на самые актуальные вопросы будут даны ответы в еженедельной газете «Одинцовская неделя». Так что, если вам есть что сказать, обязательно пишите нам и звоните. Сообщайте о проблемах или предлагайте их решение. Ну что ж, Андрей Робертович, прямой эфир с вами в рамках программы «Главная тема» проводится уже второй раз. Поступило в прошлом месяце огромное количество звонков. Был очень большой интерес. Счет звонков шел в смс-сообщения, голосовых сообщений на сотни. И по некоторым наиболее проблемным, наиболее кричащим вопросам вы давали поручение непосредственно в прямом эфире. И поэтому я предлагаю наше сегодняшнее общение начать с такого короткого видеоотчета, который мы сделали по исполнению ваших конкретных поручений, тех поручений, которые вызвали наибольший резонанс. Итак, предлагаю посмотреть короткий видеоотчет. Хорошо, давайте посмотрим. Во время прошлой программы жители дома номер 7 по улице Зеленая, поселка Летний Отдых, просили проверить правильность счетов, выставляемых управляющей компанией. Проверка была проведена. Управляющая компания ОАО «Рэп Голицына» представила все необходимые документы, подтверждающие обоснованность начисления квартплаты в соответствии с действующим законодательством. Вопрос от жителей микрорайона «Гусарская баллада» касался создания пешеходной зоны под Северным обходом, разделяющим жилой массив на две части. Главой района были проведены консультации с госкомпанией «Автодор» и застройщиком. Решение о строительстве перехода принято, а его проект находится в работе. Мы внимательно изучили проект, выдали свои замечания, они их учли, и сейчас уже проект самого перехода находится в заключительной стадии. После проведения государственной экспертизы на основании проекта и заключения экспертизы, я так думаю, что будет планироваться Росавтодором финансирование, сами работы начнутся, надеемся, что это первое полугодие, следующее в 2017 году. Члены общественной палаты затронули вопрос принадлежности подвесного моста в селе Каренское. Это самый длинный подвесной мост в Подмосковье. Раньше он принадлежал местному пансионату, а затем стал бесхозным и постепенно приходит в негодность. Сегодня его уже готовится принять на баланс Никольское поселение. Причем делается это в судебном порядке. Когда состоится суд, примем данный мост в собственности сельского поселения Никольское, и уже в полном объеме мы сможем его отремонтировать. А пока для безопасности, для того, чтобы жители могли переходить с левого берега направо и с правого на левый, мы сделали небольшой ремонт настилов и готовим в ближайшее время, уже закупаем материалы, ограждение торсовое, ну и полностью будет заменен настил. Жители домов 24, 26 и 28 улицы Северная в городе Одинцова обратились с просьбой подключить в их дворах уличное освещение. В свое время фирма-подрядчик, устанавливавшая столбы, допустила нарушения, из-за которых подача электроэнергии не производилась. По поручению главы района соответствующие меры были приняты. Согласно поручению Андрея Робертовича, все документы, необходимые для подачи электроэнергии около домов по улице Северная, подписаны, договора составлены и также подписаны. След на сегодняшнее число подан. В соответствии с областным законом о похоронном деле, для погребения умершего предоставляется бесплатное место размером 2 на 2 метра. Жители городского поселения Голицына просили объяснить, почему за каждый дополнительный метр площади приходится платить по 12 тысяч рублей. Решение о стоимости дополнительной площади еще в 2008 году принял Совет депутатов поселения. Впрочем, как выяснилось, сегодня этот вопрос вообще ушел из ведения поселений. 17 октября 2016 года вступило в силу постановление правительства Московской области, предусматривающее методику расчета за резервирование места для родственного захоронения. На основании данной методики плата рассчитывается индивидуально по каждому кладбищу. Администрация прорабатывает это, и в ближайшее время вся информация будет в средствах массовой информации. И на официальном сайте администрации. Жители дома номер 3 по улице Молодежная в Одинцово просили убрать мешающую им нестационарную торговую точку, что и было сделано. Вместе с тем, индивидуальный подход к решению поручения главы позволил примирить все стороны конфликта. Мы продолжаем комплексную работу про приведение в соответствии нестационарной торговли на территории Одинцовского района. Этот объект нам знаком. Он был отнесен на межведомственные комиссии в третью категорию соответствия. После поручения главы мы совместно с предпринимателем нашли альтернативное место, дабы сохранить предпринимателю его бизнес, который находится не так далеко от Молодежная, дом 3, по адресу Молодежная, дом 5. Но данное место соответствует всем правилам размещения нестационарного торгового объекта. И тем самым, сохранив бизнес, мы удовлетворили и жителей района, которые жаловались на его месторасположение. Ну и нам удалось сохранить бизнес предпринимателю. Андрей Робертович, ну в связи с этим роликом два вопроса. Первый это, насколько вы, как глава района, довольны качеством исполненных поручений, поскольку действительно это были знаковые, можно сказать, во многом поручения. И, может быть, что-то хотели бы добавить по каким-то из тех вопросов, которые прозвучали в ролике. Да, Петр, я действительно хотел добавить, прежде всего хочу сказать, что наш с вами первый прямой эфир вызвал действительно большой резонанс. И мы получили порядка 250 обращений, и действительно это и соцсети, и смски, и звонки, которые были в студию, в редакцию Одинцовской недели. По всем этим поручениям, по всем обращениям были даны поручения. Мы каждый звонок зафиксировали, все, что происходило в студии, обязательно попало в протокол, который был по итогам нашего прямого эфира составлен. И отчитываться о том, как они выполняются или были выполнены, мы будем в Одинцовской неделе, разобьем все эти поручения на блоки. И будем в каждом номере, начиная с этого, который выходит буквально завтра, выдавать отчет о тех работах, которые мы сделали согласно обращениям жителей. Был, конечно, и негатив определенный. Многие писали мне в соцсети, на страничке в Инстаграм, о том, что это пустая болтовня, о том, что прямой эфир не имеет никакого смысла, вопросы подготовлены и так далее, и так далее. То есть определенный негатив мы тоже отследили. Он, собственно, в основном генерился теми, так скажем, жителями или будущими жителями, которые появятся в районе, у кого проблема в основном с объектами жилищного строительства, так называемые обманутые дольщики. Но если мы посмотрим с вами внимательно или посмотрели ролик, который сейчас был, то очевидно видно, что по протокольным поручениям идет положительная динамика, выполняются работы. Я хотел сказать от себя, исходя из того, что мы увидели, действительно, мост в Каренском я видел сам. Выезжал на место, когда был с поездкой в Никольское поселение. Он действительно был в аварийном состоянии, и при нас ходили с одного берега на другой жители, перепрыгивая через дыры в этом деревянном покрытии, которые были в мосту. Там висела табличка «Осторожно, движение по мосту запрещено», но тем не менее у жителей не было другого выхода. Они при нас, буквально на наших глазах перемещались через реку, обходя эти проблемные аварийные места. Мы привели это дорожное, это полотно деревянное пока в надлежащее состояние, убрали аварийные участки. И подтверждая слова главы Никольского поселения, в феврале 2017 года этот мост попадет в муниципальную собственность. Мы вместе с жителями обсудим проект реконструкции, и этот мост в следующем году будет отремонтирован, реконструирован, и прослужит, я уверен, долгие-долгие годы. И уж точно мы его демонтировать, ликвидировать не будем, но помимо того, что людям по-другому не переместиться с одного берега на другой, так он еще является действительно местной достопримечательностью, такой исторической ценностью. Там еще снимались фильмы, например, «У матросов нет вопросов». Да, совершенно верно. Люди в возрасте хорошо этот фильм помнят, и я думаю, что Андрей Робертович еще наверняка очень большой интерес вызвал действительно вопрос по кладбищам. Понятно, что он не из разряда, но тем не менее это жизнь, да? И вот что касается кладбищ, насколько я помню, на эфире в прошлом звучал вопрос не только о стоимости, но и о содержании кладбища. Вот можно? Да, звонила женщина, и, как вы помните правильно, вопрос не только касался стоимости выделения дополнительного места, но и самого состояния кладбища. Наш отдел потребительского рынка и услуг провел мониторинг. Мы вместе с главой обсудили первочередные мероприятия, и действительно было определено много работы на всех четырех кладбищах, которые находятся в поселении Голицыно. Поставлены контейнерные площадки, поставлены баки с водой, приведены в порядок дорожки, поправлена ограда. На всех кладбищах установили частно-охранное предприятие, ЧОПы, так называемые, которые теперь еще и контролируют то, что происходит на кладбищах. Реально большая работа за этот месяц была проведена по благоустройству. Местное муниципально-бюджетное учреждение, которое занимается благоустройством на территории Голицыно, поставило теперь себе в постоянную ежедневную работу, контроль и поддержание порядка на кладбищах в Голицыно. Убрали свалки несанкционированные, убрали те места, в которых на сегодняшний день появились контрольные площадки. То есть работа по благоустройству, благодаря этому звонку в прямой эфир, она выполнена на 100% и теперь будет поддерживаться местными властями в достойном состоянии. Андрей Робертович, ну вот действительно за прошлый эфир, как вы правильно сказали, 250 звонков, и я думаю, что были люди и не дозвонившиеся, поскольку всего три линии у нас работало. Работало бы шесть линий, возможно, звонков было бы и 500. Но вот, естественно, не все вопросы мы смогли и в этот видеоотчет включить, не все вопросы мы можем разобрать в рамках программы. Тем не менее, людей интересует дальнейший алгоритм работы с их вопросами, все ли они приняты к сведению, по всем ли приняты какие-то решения, по всем ли будет движение и по всем ли даны конкретные поручения. Да, к моему большому сожалению, физически мы не можем принять большое количество звонков, время не резиновое, мы и так увеличиваем формат. Сегодняшняя наша эфир будет не часа, а два часа, постараемся максимально отработать, но тем не менее гарантирую, что все обращения зафиксированы, были и будут зафиксированы в этот раз. По каждому обращению дается мое конкретное поручение, ни одно, так скажем, поручение замылить я не дам. И еженедельно на планерках мы отслеживаем ход выполнения того или иного поручения. Есть вопросы, которые, безусловно, имеют сложную, так скажем, проблематику. И это как раз и вызывает негатив. От передачи до передачи их не решить. Да, от передачи до передачи их не решить, а может быть и не решить в течение месяца, двух и трех. В основном, как я уже и говорил ранее, это вопросы, связанные с обманутыми дольщиками. Причем зачастую звонящие или обращающиеся к нам обманутые дольщики, они требуют конкретного срока, конкретно, значит, какие работы будут сделаны, кем будут сделаны. А в этом-то как раз и есть основная проблема. Дело в том, что те компании, которые их подвели, они либо в банкротном состоянии, либо на грани предстоящего банкротства. И любое неправильное движение со стороны власти может привести к еще более худшим проблемам. Я говорю и о проблемах Вальдомироля, и о проблемах уже высоких жаворонок. У нас у всех на глазах обанкротившаяся компания СУ-155. И мы до сих пор разгребаем те проблемные вопросы и с дольщиками, и с недостроенными социальными объектами. У нас на глазах банкротится компания ЖК, тоже обманутые дольщики, неведенные корпуса, недостроенные детские сады, школы и так далее. Поэтому в этой части мы не можем с шашкой нестись, признавать их проблемными, отбирать земельные участки. Потому что последствия от этих необдуманных действий могут быть еще хуже, чем сейчас. Допустим, если взять ситуацию с Вальдомиролем, то мы ждем, когда появится новый инвестор, нас кормят обещаниями, завтраками. То это должно было произойти в сентябре, то в октябре, вот сейчас сместился срок на ноябрь. Если власть ударит кулаком пустого не вовремя, то могут разбежаться все потенциальные... Мы признаем объект проблемным. Если мы отзовем обратно и пойдем на расторжение по земельным участкам, то никакой инвестор там не появится. Это будет еще хуже ситуация, это будет банкротство, это будут недостроенные объекты, которые никто никогда не достроит. Но, во всяком случае, в ближайшие 5-10 лет, потому что нет инвестора, который бы зашел в такие тяжелые условия с отсутствующей землей, которую мы еще и не можем выделить без конкурса. Ну и так далее, и так далее. Есть четкое ощущение, что в этом вопросе обманутых дольщиков мы должны, безусловно, совместно с самими дольщиками, обсуждая эти шаги, но очень чутко анализировать последствия от каждого нашего движения. И это, безусловно, не может радовать тех, кто попал в такую ситуацию. Они все в негативе, они пишут не о том, что мы занимаемся болтовнёй, не решаем проблемы. Но, поверьте мне, мы пытаемся это сделать каждый день и проводим совещания, стимулируем все те компании, которые должны были выполнить свои обязательства. Это ведь отношение у дольщиков напрямую с компаниями, не со властью. Я сейчас отвечаю не за муниципальные стройки и бюджетные деньги, где я кого-то подвел, и мы почему-то сорвали сроки, а за инвестора, который обманул своих потребителей. Есть две стороны конфликта, и по неволе просто в неё оказывается увлечена местная власть, потому что эти жители живут как бы рядом. Но на самом деле это взаимоотношения двух других сторон. Но, тем не менее, идут всегда туда, где они подобные. Мы считаем, что это чужая проблема, мы занимаемся, но я хочу вот в прямом эфире, ещё раз, может быть, предвосхищая какие-то вопросы, которые будут в студии, мы занимаемся этой проблемой. Но такого результата, чтобы вот раз я, сидя с Петром на прямом разговоре, выдал какой-то конкретный результат, одним взмахом руки, такого нет, конечно. И мы проводим встречи, совещания, все прекрасно об этом знают, мы со всеми общаемся, с инициативными группами, мы открыты, нет никаких проблемных вопросов, от которых бы мы уходили. Мы не боимся никаких тематик, готовы открыто обсуждать каждую проблему и вместе находить решение. Ну и вот ещё буквально минутку-две, если кто-то не увидел ответа на свой вопрос, если кому-то показалось, что его вопрос, как вы говорите, замылился, куда ему позвонить, куда ему пожелаться? Значит, если кто-то не увидел свой вопрос или ответ на вопрос в нашей Одинцовской неделе, то можно спокойно позвонить в редакцию, либо получить устную консультацию, либо оставить адрес в электронной почте, и обязательно ответ будет предоставлен. Никаких проблем здесь не должно быть. Ну что ж, Андрей Робертович, хотелось бы продолжить нашу программу, продолжить её хотелось бы таким небольшим возвращением к первому выпуску. Тогда прозвучал видео вопрос, я думаю, все хорошо помнят, из Нового городка, одного, наверное, из самых проблемных мест Одинцовского района. И вот за это время, прошедшее с момента предыдущей передачи, вы успели побывать и в Новом городке, и в Чистцах, где тоже хватает проблем. Ну и я бы хотел, чтобы сейчас ввести наших телезрителей в курс, посмотреть небольшой ролик по итогам этих двух ваших посещений, ну а потом я просто более подробно попрошу вас поделиться впечатлениями. Прошу. Чистцы и Никольское товарищей по несчастью. На территории обоих поселений есть военные городки, которые или недавно переданы, или скоро будут передаваться на баланс местной власти. Например, Новый городок отошёл к Никольскому лишь в мае. Сегодня работы по благоустройству здесь продолжаются. Пилотным проектом стал дом номер два и прилегающая к нему территория. Дорожная карта работ согласована с местными жителями. Она включает в себя дорожные работы, создание парковок и строительство социальных объектов. Столице поселения, старому городку, в этом плане повезло сильнее. Болевая точка Чистцов – посёлок Гарь-Покровская. Он ещё находится в процессе передачи от Минобороны, но кое-что по благоустройству сделать уже удалось. Критичными являются перебои в подаче тепла и горячей воды. Местный ФАП отремонтирован и оснащён, а вот работать в нём некому. В обоих поселениях одним из основных пунктов повестки стало личное общение с жителями. Ну что ж, Андрей Рубертович, вот вы как глава, посетив два таких непростых, скажем так, поселения, что для себя отметили, какие выводы сделали, какие решения, может быть, приняли? Да, действительно, мы каждую неделю выезжаем в поселение для того, чтобы чётко понимать, как обстоят дела на территории. Как справляются местные администрации с нашими поручениями, с той философией, с теми установками, которые идут от правительства Московской области, от губернатора непосредственно. И очень важно, конечно, в результате этих встреч получить обратную связь, так называемую, пообщаться с жителями. В результате этого общения могут появиться коррективы в приоритетах нашего развития. Где-то появляются идеи после нашего общения, какие-то новые идеи, которые мы применяем, а где-то нам действительно приходится корректировать свои планы. Мы посетили новый городок и встречались с нашей уважаемой уполномоченной. Посмотрели то, как происходит благоустройство, те обязательства, которые мы брали по этому году. То, что вы видели в ролике, действительно, мы уже присутствовали на финальной стадии создание парковочных мест, пешеходных зон, того, как благоустраиваются дворовые территории. И, на самом деле, все выглядело очень здорово. Действительно, применялись новые технологии, правильная планировка. Особенно это касалось парковочного пространства. По итогам нового городка было общение с жителями. Люди полны были и слов благодарности, и одновременно ждали от нас более масштабных перемен, потому что десятилетиями не видели в этой точке совершенно ничего, никаких изменений. Опять же, не только масштабных, но и быстрых, стремительных. И быстрых, да. Но здесь это физиология, и каждый из нас оказался, если бы в таком ситуации, как жители нового городка, требовали бы от власти скорейших перемен. И полуразрушенный дом офицеров, и, понятно, дворовые территории, отсутствующие дороги. И рынок кривой, косой, и не хватает торговых центров. И, понятно, что устаревшие пятиэтажки, которым требуется капитальный ремонт. И до конца не работающие, как поликлиника, местный ФАП. Большой перечень проблем, и не хватает детского сада. Мы еще раз проговорили по дорожной карте, объяснили сроки, доказали и обосновали, что в более сжатые сроки эти работы сделать невозможно, иначе будут потом определенные последствия, которые никому не нужны. Перемещаясь в старый городок, в столицу, как было сказано, поселения Никольского, мы видели совершенно грамотное, четко спланированное, продуманное благоустройство дворовых территорий. И об этом нам говорили и сами жители, и практически все дворы там приведены в порядок. И парковки, и воркауты, и детские площадки, и брусчатка, и скейт-парки. Масштабная работа приведена, конечно, не за один год. Этим администрация поселения занималась системно на протяжении пяти лет. Но мы видим результат, и мы за это, конечно, благодарны. И это вызывает уважение к действующей власти на территории поселения. Проблема с военными городками, она есть, она была раньше, и в ближайшее время нам придется этим заниматься в такой активной форме, в тонусе, для того, чтобы люди действительно увидели скорейшие изменения. Что касается часов, также мы посетили бывший военный городок Гарь-Покровская. Есть еще проблема, имущество передается. Мы забрали дороги, забрали жилой комплекс, которым уже начали эффективно заниматься. Но пока система жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктура еще у военных. И здесь как раз и была проблема с теплом, с отоплением, с горячей водой. Нам пришлось стимулировать компании и подразделения Министерства обороны для того, чтобы были предприняты экстренные меры. Иначе нам пришлось вводить чрезвычайное положение и заниматься этим самостоятельно в рамках уже наших полномочий. Там еще славянка хозяйствует? Нет, там уже не славянка, там уже преемники. Мы все знаем и слышали о том, как проводила эти работы славянка, а скорее всего не проводила вообще. И поэтому в военных городках жилищно-коммунальное хозяйство не видело, по сути дела, ни одной копейки вложений в модернизацию в последние десятилетия. Что и вызывает сейчас и нашу тревогу, и проблемы, с которыми сталкиваются жители. Я уверен, что в следующем году нам все-таки удастся забрать и котельную, и водозаборные узелы коммуникации в Горь-Покровском. И мы сами уже своими силами все модернизируем, приведем в порядок. Но в любом случае жители этого поселения пусть не беспокоятся. Зиму мы переживем и не допустим там никаких отключений чрезвычайных ситуаций. А также благоустраиваются дворовые территории. Два прекрасных двора мы видели с спортивными сооружениями, скейт-парками. И все очень достойно. В часах на центральной площади идет масштабное благоустройство. Появится в ближайшее время и хоккейная коробка, и стадион, пешеходные зоны, фонтан. Идет реконструкция дома культуры. Я бы сказал, что и Никольская, и Чесцы – это пример того, как можно грамотно, практично, красиво благоустраивать и центральные площади, и дворовые территории, не имея большого бюджета. И в том, и в другом поселении очень ограниченные возможности с точки зрения бюджета. Но тем не менее мы видим, как его качество и как продуманно проводится благоустройство. Но самое главное, что люди видят это движение. Пусть оно не единовременно, не за месяц все это сделано, но уже когда пошло улучшение какое-то, люди готовы потерпеть, видя, что деньги вкладываются в их, можно сказать, комфортное проживание. Да, и появляется самое важное. Люди начинают верить власти, что, конечно, в военных городках уже давно не было. Потому что со всеми этими проблемами приходилось обращаться в Министерство обороны, но вот эти компании, славянки и все остальные, они никак не реагировали на проблемы жителей. Что касается прозвучавшего в видеосюжете проблемы с фельдшерско-акушерским пунктом, действительно не могу не сказать об этом. Потому что у меня перед глазами практически со слезами глава поселения, который за деньги муниципалитета отремонтировал ФАБ. Завезли туда мебель, качественный ремонт, комфортные, достойные условия, но ФАБ закрыт, потому что нет специалиста, нет фельдшера. Этот вопрос мы поставили перед территориальным управлением, взяли на себя обязательства за месяц эту проблему вместе с медиками решить. Готовы даже предоставить жилье для того, чтобы этот специалист смог проживать на территории Игоря Покровского и оказывать так необходимые жителям услуги. То есть боль самой власти местной в том, что вкладываются деньги, которых очень ограниченное количество. Все-таки правильно переставляют приоритеты и ремонтируют ФАБ или амбулаторию, там аналогичная ситуация. А потом никто не может этим пользоваться. Конечно, не хватает медицинских кадров. Это одна из приоритетных для нас задач, как можно больше привлечь медиков в систему здравоохранения. И у нас довольно эффективно работает программа поддержки. Мы в этом году смогли привлечь порядка 55 врачей и около 49 специалистов среднего звена. Это приличный результат. Мы уже выделили в этом году около 32 квартир и комнат для жилья. В прошлом 38. То есть мы стимулируем медицинских работников, которые приезжают к нам в район. В прошлом году у нас был показатель около 70, по-моему, врачей мы смогли привлечь. Что такое цифры 70 или 55? Это разница между тем, кто ушел из системы здравоохранения и пришел к нам. У нас она позитивная, положительная. То есть это чистый прирост, скажем так. Да, это уже вот такой баланс положительный. И планируем в ближайшее время вынести на рассмотрение Совета депутатов как раз вопрос еще по компенсации стоимости аренды. Если медики не хотят занимать то муниципальное жилье, которое мы предоставляем, им комфортно в других условиях, может быть большего размера. Они готовы снимать эти квартиры, а мы будем компенсировать часть ставки. Это наша как раз задача. Поэтому, что касается амбулатории, очень правильно, что вы показали эту проблему в сюжете. Об этом действительно надо говорить, не замалчивать, как, к сожалению, происходило раньше. Мы привлекаем кадры и за месяц обязательно эту проблему решим. И те все жители, которые, наверное, меня сейчас видят и участвовали в нашей встрече, в осмотре этого ФАПа через месяц однозначно смогут приходить, измерять давление, получать какие-то медицинские консультации, капельницы и так далее. Все, что там по полномочиям ФАПа будет у себя в Гарпокровском. Андрей Робертович, у нас есть телефонный звонок, мне подсказывают. Я думаю, что давайте мы на него ответим и потом перейдем к следующему вопросу. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, Андрей Альбертович. Андрей Робертович, я вас поправлю. Андрей Робертович. Робертович, извините. Я Федорова Екатерина Владимировна. Уже неоднократно обращаюсь по поводу понижения бордюров, а улица Молодежная, Четная сторона. Мне неоднократно обещали, но ВОЗ и ныне там. Потому что, вы знаете, на коляске самостоятельно проехать по улице Молодежная, Четная сторона, инвалиду невозможно. Спасибо. Екатерина Владимировна, спасибо за ваш звонок. Важный очень вопрос, действительно доступная среда. Мы стараемся уделять этому самое пристальное внимание. Вы видите, как реконструируется наша улица недельно. Мы делаем такой Одинцовский арбат со всеми элементами доступной среды. И это будет как раз образец эталона того, как мы подойдем к этой проблеме по всем улицам, в том числе по Молодежной. Я для себя записал эту проблему по Молодежной, посмотрю, в какие сроки и что мы можем сделать, чтобы были вот эти бордюры пониженные именно для доступной среды. Мы не можем занизить весь бордюр, потому что для нас бордюрный камень – это еще и определенная система ливнестоков. Иначе вода будет захлестывать через бордюры и поплывет на соседние здания. Поэтому бордюрами, зачастую, особенно высокими, мы как раз направляем потоки в нужное русло, чтобы город у нас не поплыл. А вы знаете, что Одинцово и так при обильных осадках страдает. И действительно бывает и лужи, и такое подтопление зачастую. Поэтому доступную среду, гарантируя, этот проект у нас в работе мы им занимаемся. По Молодежной для себя в качестве поручений на этот месяц записал, отработаем, перед Екатериной Владимировной отчитаемся. Я думаю, что это как раз будет одной из тем нашего очевидного видеоотчета по итогам этого эфира. Андрей Рубертович, действительно, еженедельные ваши выезды в поселение – это уже такая добрая, хорошая традиция. И не только вы были в тех поселениях, где тяжелое наследство в виде военных городков – это и Чистцы, и Новый городок. Но вы были и в, скажем так, более благополучных с этой точки зрения поселениях – это Голицыно, это Ново-Ивановское. Что можно сказать? Действительно ли там меньше проблем, ну и, скажем, меньше морщин на лице у местной власти? Или все-таки там свои какие-то трудности, свои сложности? Что можно сказать по итогам визитов в эти более, скажем так, или менее проблемные, наоборот, поселения? Да, хочу сказать, что выезды в поселение – это работа, то есть это не традиция. Просто это системная работа, которой мы занимаемся каждую неделю и будем заниматься и впредь. Однозначно выезжать в поселение, проедем 16, потом опять начнем заново. По каждым проблемным точкам или по успехам. Что касается других поселений – Ново-Ивановского, Голицыно – нет военных городков, но большое количество других проблем. Дело в том, что у нас из-за непродуманной градостроительной политики порядка 10-15 лет, я думаю, что достойные деньги в инфраструктуру не вкладывались. Ни там, ни там. Что касается Голицыно, есть большой прорыв с точки зрения привокзальной площади, наведение порядка с внешним обликом, с вот этими палатками, незаконными гаражами, сомнительными мастерскими, которые Александру Николаевичу Дудорову удалось снести. И на освобожденных участках мы в ближайшее время планируем либо пешеходные зоны, либо парковые зоны, скверы, какие-то площади, стоянки и так далее. На одной из таких зон, я знаю, мы будем строить ФОК, который так нужен жителям Голицыно. ФОК с бассейном, со спортивными залами. В эту программу мы уже готовим документы. Это областная программа, я уверен, мы в нее попадем. Значит, проектирование большой парковой зоны напротив Большевиземской усадьбы. Это будет, в итоге это будет законченный такой комплекс и исторический, и развлекательный, и просто для того, чтобы было комфортно, где провести свой досуг и свободное время. Прекрасный парк, я уверен, что за несколько лет мы исправимся и с этой задачей. Дворовые территории в Голицыно также благоустраиваются. Есть определенные сложности, безусловно, с наполнением бюджета. Нет каких-то мегавозможностей с этой точки зрения. Но, тем не менее, местная власть старается и привлекает инвесторов. И мы помогать будем, и помогаем на сегодняшний день. Есть проблемы с крупными предприятиями, с бизнесом. Не хватает детских садов, особенно в новостройках, которые строились без социальных обременений. Думаю, что и те школы, которые существуют, требуют более масштабного капитального ремонта. Голицыно, я считаю, что правильно отрабатывают все программы, которые мы обозначили в качестве приоритетных для развития. Если взять Ново-Ивановское, то... Да, что касается Ново-Ивановска, то там есть одна знаковая проблема. Отсутствие, практически отсутствует зона общего пользования, парковая зона, скверы. Из-за как раз точечной застройки. Мы, когда проезжаем с вами по Минскому шоссе, то видим сплошной, так скажем, чистокол из многоэтажек. И негде построить вот как раз то, о чем я говорил. Те места, где бы люди могли спокойно проводить свое время. Но, тем не менее, на территории планируется еще один инвестиционный проект. Мы очень тщательно его рассматриваем, проводили публичные слушания. И в качестве социальных обременений как раз определились с той зоной, которая будет парковой. Порядка трех гектаров будет парковая зона с площадками для спорта, с прогулок, велодорожками. Для этого необходимо еще будет поставить шумоизоляционный экран вдоль Минского шоссе. Тоже попало в обременение застройщику. Мы планируем строительство нового детского сада на территории существующего лицея. Там, где мы закончили реконструкцию стадиона. Мы посмотрели также, как благоустраивают местные администрации дворовые территории, площадки. Очень грамотное разделение зон в этих площадках. Маленькие дети от взрослых детей. Также существует воркаут, который позволяет молодежи заниматься спортом. В целом, очень взвешенная и грамотная политика, которую проводили местные власти последние два года. И мы также будем поддерживать все эти приоритетные точки развития и на ближайшее будущее. По Ново-Ивановскому, конечно, меньше проблем. Действительно, нет новых городков, нет обманутых дольщиков, кроме объекта, который тоже всем известен. Это западная ворота столицы. Но там, благодаря Минструю, в Московской области найден вариант, как выходить из кризисной ситуации. И я уверен, что мы с этим тоже справимся в ближайшем будущем с помощью серьезного инвестора. Андрей Робертович, ну что ж, я предлагаю прерваться на небольшую паузу рекламную, социальный блок социальной рекламы. А потом мы вернемся в эту студию и продолжим общение. Итак, мы снова приветствуем вас. Второй раз уже за сегодняшний вечер. В программе главная тема, гость студии, сегодня глава Одинцовского муниципального района Андрей Робертович Иванов. Главная тема – это программа, в которой ни один ваш вопрос не остается без ответа. Андрей Робертович, ну и вот сейчас, буквально во время рекламной паузы, поступил вопрос от Ольги Петровной из деревни Осокова. Я понимаю, что вопрос, наверное, сходу нерешаемый, но тем не менее жители деревни очень просили его озвучить. Будет ли у нас когда-нибудь дорога до Дючкова, где располагается храм? Нет возможности до него добраться. Вот что можно сказать, насколько вообще этот вопрос обсуждаем, решаем? Да, я хотел бы Ольге Петровне сказать, что возьму этот вопрос на проработку. У нас работает программа, называется она «Дорога к храму». В рамках этой программы мы можем предусмотреть денежные средства на создание, либо ремонт, или создание каких-то дорог непосредственно к храму. Поэтому адрес я записал, Ольге Петровне обязательно подготовим либо ответ, либо уже конкретные мероприятия, которые запланированы. И я думаю, что, ну если ее нет, то она обязательно появится. К каждому храму у нас идея подвести и дорогу, и обеспечить необходимый общественный транспорт, который мог бы наше православное население дать возможность добираться до храмов. И есть еще один звонок от нашего телезрителя. Я предлагаю на него ответить, а потом уже двигаться дальше. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос главе района. Здравствуйте. Меня зовут Сирилан Павловна. Вопрос у меня такой. Андрей Робертович, я живу уже 25 лет в Отрадном районе Венцова. На Можейском шоссе, дом 1, корпус 1. И вот мы всегда пользовались аптекой, которая находится на Можейке, дом 13, в торговом центре Венцова. А теперь вдруг почему-то ее закрывают. Сказали, что не будут продлевать аренду. Вот нам бы хотелось узнать, куда нам ходить в этом случае. Потому что близко здесь ничего нет. Я, например, человек больной, у меня ноги очень плохо ходят. Вот хотелось бы узнать. И много очень пенсионеров в нашем районе живет. Куда нам вот ходить за лекарствами? Такой вопрос. А мы можем Светлану Павловну спрашивать? Светлана Павловна еще на линии? Да, да, на линии. Добрый вечер, Светлана Павловна. А что была за аптека? Это какая-то коммерческая структура или наша областная аптека? Это коммерческая структура, да. Хорошо, Светлана Павловна, спасибо за вопрос. Я разберусь, что с арендой, видимо, там, что в муниципальной площади, на которых произошло, видимо, изменение ставки. И аптека в данном случае не справляется с вот этой нагрузкой, которую мы готовы подрегулировать. Потому что аптека попадает в социально значимое предприятие, и мы даем таким предприятиям 50% скидки. Если же это не муниципальные площади, это коммерческий какой-то центр, безусловно, им нужно договариваться с собственником помещения. Мы можем тогда им предложить альтернативу какую-то, исходя из наших возможностей. Но в любом случае постараемся найти какое-то компромиссное решение, чтобы вы не остались без вот этой аптечной услуги. Но, как вы знаете, у нас в каждом медицинском учреждении должна быть аптека. В каждой больнице, поликлинике, и мы такую работу проводим, и везде есть. Но если уж не аптека, то аптечный пункт. Посмотрите, пожалуйста, то, что рядом с вами, если есть поликлиника, то там обязательно будет аптечный пункт. По вашей проблеме проведу анализ, и если действительно не наши площади, тогда предложим какую-то альтернативу той коммерческой, в которой находилась аптека. Решим проблему. Может ли в этой ситуации администрация или структура какая-то администрации выступать в качестве посредника между двумя, ну скажем так, коммерческими структурами? Да, Петр, совершенно верно. Очень часто такое бывает, когда мы сажаем за стол переговоров и одну сторону, и другую, находим какие-то компромиссные решения, в чем-то поддерживаем одну сторону. Если им приходится идти на уступки, особенно с точки зрения понижения арендной ставки, пытаемся пересмотреть какие-то коммунальные платежи, еще какие-то создать привилегии, чтобы все-таки была возможность где-то сэкономить затраты и понизить арендную ставку. Такое часто бывает, где мы выступаем либо связующим элементом, либо неким третийским судьей, или гарантом того, что все будет происходить правильно. И от этой работы не уклоняюсь. В частности, по пятницам у нас определенное выделено время, где я встречаюсь с предпринимательским сообществом, с бизнесом, малым, средним, крупным, без разницы. Можно спокойно записываться, приезжать и стараюсь вникать в самые нюансы, детали, до винтиков разбирать проблему и потом выходить на решение. В этой работе нам помогают и банковские институты, и Сбербанки, и Банк МКБ, и наши все службы, администрации, и те, от кого зависит зачастую регистрация, и МФЦ, и кадастровая палата, и так далее, и так далее. Когда комплексы такой команды набрасываемся на решение проблемы, очень часто позитивный результат, позволяющий дальнейшим компаниям работать и зарабатывать деньги, необходимые для выплаты зарплаты, налогов и какой-то прибыли. Ну что ж, двигаемся дальше. Так, мне подсказано, что у нас есть еще один звонок. Андрей, вы не возражаете. Давайте, чем больше звонков, тем больше. Здравствуйте. Представляйтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос главе. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, живу я в Одинцово. У меня такой вопрос. Я вот каждый день, сходя в свой подъезд, вижу на дверях вывешенные списки должников. Суммы, причем, довольно значительные. Меня беспокоит, что, скажем так, при борьбе с ними, могу подсказать в том числе и я, ну, например, при отключении каких-то ресурсов и так далее, это как основное. Ну и, собственно, вопрос, как должников борется с ними, как их принуждают, потому что я понимаю, что их задолженность влияет, в общем, на обслуживание моего дома в частности. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я так понимаю, что задолженность, она и ложится бременем на всех остальных жителей, которые платят нормально. Да, очень важный вопрос. Спасибо, Андрей. В основном у нас страдает как раз Одинцово. Много неплатильщиков. Люди не платят управляющей компанией. Соответственно, управляющая компания начинает должать, так скажем, ресурсникам. Это водоканал, теплосети, энергосети. Появляются там задолженности, проблемные ситуации, друг с другом начинают судиться. Все это вызывает, конечно, у нас обеспокоенность и тревог. Жители за поставленные услуги управляющей компанией за ресурсы должны обязательно платить. Что касается беспокойства самого Андрея, то нет никакой возможности и идеи отключать из-за конкретного должника, отключать стояк, подъезд, я не знаю, дом целиком, чтобы страдали все остальные. Сегодня существует масса технологий, когда можно локально ограничивать потребление в конкретной квартире конкретного должника. Поэтому другие жильцы страдают, особенно те, которые платят, добропорядочные, добросовестные платильщики, они страдать не будут. Но те, которые не рассчитываются, уверены, что в ближайшее время и компания Мособл ЕРЦ, и другие управляющие компании, и там, где прямые договора с ресурсниками, они уже перейдут в стадию как раз ограничения потребления. Много судебных процессов, много исполнительного производства. Эта работа ведется системно. Мы понимаем и оцениваем риски, если какие-то отключения производить в отопительные сезоны. Здесь как раз просим нашей управляющей компанией и ресурсоснабжающей организации не перегибать палку, чтобы не было каких-то серьезных последствий. Но ограничения у должников обязательно произойдут. Поэтому прошу всех жителей Одинцовского района, те, кто должны за коммунальные услуги, за ресурсы, все-таки найти в себе силу, мужество и привести свою финансовую дисциплину в порядок. Это очень важно, потому что ресурсоснабжающие организации могут пострадать из-за неплатежей, у них не произойдет своевременной модернизации, они не смогут встать где-то на какой-то капитальный ремонт, они будут должны, допустим, Газпрому, который их отключит от газа и так далее. Целый букет проблем, которые возникают из-за неплатежей самих жителей за коммунальные ресурсы. И потом это обязанность. Это не какие-то, так сказать, альтернативные возможности. Это обязанность каждого гражданина, который потребляет ресурсы, заплатить за него. Если есть какой-то перекос, как мы с вами в прошлом нашем прямом эфире слышали от жителей беспокойства, если есть перекос с начислениями, мы готовы в каждом конкретном случае быстро, оперативно разбираться, всех ставить на место, поправлять или перерассчитывать, если есть ошибки, какие-то ошибки. Но платить нужно обязательно. Ну, честно говоря, я вот не слышал за последнее время, чтобы управляющие компании рубили шашкой, отключали всех из-за там одного-двух неплательщиков. Да, по крайней мере, вот на слуху таких эпизодов не было. Андрей Робертович, есть еще один звонок, предлагаю его принять. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Робертович. Зовут меня Анна. Мы, как вариант, сказать, обманутых дольщиков. Жукова 23А. Покупали квартиру в 2014 году, обещали достроить в 2017-м. На сегодняшний момент это прям за исполком, за домом тронеров, как он раньше назывался. Снесли площадку, а стоят сейчас две пятиэтажки, из которых выселили всех людей. Здесь сейчас проживают кучу бомжей и проходят пожары. Но строительство не ведется, стоит котлован, и все заморожено. А в 2017-м году они должны сдать там три секции, 24-этажных домов. По возможности, как-нибудь посодействуйте на эту ситуацию, потому что мы куда только не пишем, куда только не ходим. Еще раз представьте, пожалуйста, не расслышал. Анна Валерьевна. Анна Валерьевна. Спасибо за вопрос, Анна Валерьевна. Анна Валерьевна, да, добрый вечер. Это компания, это у нас третий микрорайон, компания «Строинвест-регион». Действительно, по взятым на себя обязательствам в рамках инвестиционного контракта компания эти обязательства не выполняет. Мы уже активно включились в претензионную работу. Примерно такая же история, как я уже рассказывал, а в целом об обманутых дольщиках. Только здесь переселение по этому микрорайону. Стройки мы не видим. Кроме котлована ничего действительно не произошло. Видимо, не хватает денежных средств на продолжение строительства. Опять у нас дилемма. Мы можем пойти на расторжение инвестиционного контракта. Мы можем пойти на расторжение договора аренды, по которому эта компания нам уже десятки миллионов должна в бюджет и не платит. Но тогда появятся обманутые дольщики, и все те, кто еще планировал переселяться по этому инвестиционному контракту из пятиэтажек, они не дождутся своего переселения. И еще это обрастет, безусловно, судебными тяжбами, разборками, встречными претензиями и так далее. В ближайшее время, и мы позовем обязательно всех жителей на эту встречу, вызовем компанию застройщика для того, чтобы вместе с жителями взвесить негативные последствия и принять какое-то решение. Идем воевать, идем на расторжение, отзываем аренду и расторгаем инвестконтракт, или все-таки находим какие-то способы стимулировать компанию выйти на данную застройку и обеспечить и дольщиков, и переселенцев наших жильем. Без жителей принимать такое решение не буду. У всех, кстати, может быть разное мнение. Кто-то живет в пятиэтажке и готов еще какое-то время ждать. У кого-то были куплены квартиры и жить негде на сегодняшний день, и скитаются по арендованному жилью. У всех очень разные ситуации. И климат в каждой проблемной точке тоже разный. Еще раз подчеркиваю, наверное, за этот месяц тоже себе в программу поставлю. Мы проведем эту встречу и с моим участием, моих профильных заместителей, с застройщиком обязательно, с госжилой инспекцией, с Минстроем. И будем выходить на принятие какого-то решения взвешенного. Ну, я уверен, что если администрация пойдет в атаку, победа будет быстрой. Но принесет ли она, не окажется ли она первой победой, как говорится. Это очень-очень большой вопрос. Действительно, чтобы здесь воевать, надо понимать, какие будут последствия. Андрей Робертович, ну что ж, я напоминаю, что в прошлой программе у нас было несколько видеовопросов от наших телезрителей, от жителей Одинцовского района. Эту практику мы и во время нашей нынешней, сегодняшней передачи продолжим. Ну и первый из вопросов, первый из видеовопросов касается такой резонансной темы, как точки на центральной, рядом с центральной площадью города Одинцова. Там раньше стоял купол знаменитый, который все, наверное, жители Одинцова хорошо знают. Сейчас он демонтирован. И огромное количество слухов и домыслов насчет того, что же там все-таки будет. Самые фантастические теории от 30-этажных небоскребов до торговых центров. Ну и, если можно, вы, как глава района, скажите, что же там на самом деле будет. Есть ли уже по этому поводу определенность. Но сначала давайте мы посмотрим, что же жители предполагают. Давайте, очень интересно. Да, я думаю, что это будет. А что бы ты хотел вместо купола, чтобы построили? Хотел площадку. Площадку? Детскую площадку, да? Да. Мне нравится, что там, по-моему, парковка должна быть. У меня прям такая идея и была. Переход подземный. Было бы здорово. Я сам водитель, и поэтому очень неудобно. И удобно для, и безопасно для пассажиров. Вызрадить добрую традицию, чтобы там проходили выставки, скорее всего, потому что я коренной житель города Одинцова. Ну, пусть новый построят выставочный центр. Новый? Да. Зона отдыха, зона прогулок, зона для спокойного времяпровождения с ребенком, с колясочкой. Мы бы с удовольствием увидели тот же бы купол. Нам очень нравится. Прям прекрасно было место. Вы знаете, мы сейчас как раз шли и предполагали, что это может быть. Возможно, подземный пешеходный переход было бы, наверное, неплохо, потому что движение реально здесь очень плотное. Автобусы, машины, я думаю, что это как-то помогло бы. Вот. Ну, еще есть предположение, выход из метро и сразу в Москву. Может быть, какое-нибудь наподобие сквера что-то, скамейки, ну, место для отдыха. Вот. Такой зоной, да? А ты скажи, что бы ты хотел видеть? Магазин. Но только не торговый центр, потому что столько торговых центров, что-то детское, наверное, все-таки. Все-таки дети – наше будущее, наше счастье. Наверное, просто что-то в виде парка, может быть, что-то для детей. Ну, может быть, не торговое, конечно. Не какое-то торговое здание, а что-то красивое, чтобы радовало глаз. Андрей Юрьевич, ну, особенно порадовало предположение о том, что там будет вход в метро. Понятно, что самые разнонаправленные, да, кто-то торговый центр, кто-то никакого только торгового центра. Да, ну, вход в метро, я думаю, вот это вот все. Это действительно порадовало. Я все, что говорили наши жители, все записал. И, конечно, подземный переход – это дорогостоящая история, и много очень коммуникаций идет вдоль улицы недельно. Поэтому переходы точно мы строить не будем подземного. Мы сделаем наземные переходы, хорошие светофоры. Вопрос с безопасностью передвижения жителей через улицу недельно мы отрегулируем. Здесь проблем не будет. Метро, конечно, нет, хотя очень хотелось бы. Может быть, это какая-то перспектива пяти-десяти лет. Метро появится в Одинцово. Может быть, ветка дойдет и до администрации, и до улицы недельно. Что касается купола или выставочного центра. Во-первых, когда там был выставочный центр, очень много было, в том числе, жалоб на травматизм при входе и выходе. Вы все помните, что там нагнеталось определенное давление. Киссонная система входа. И когда, особенно маленькие дети, попадали в эту вертушку, очень много было травматизма. Плюс сама эта установка требовала больших энергозатрат, большого содержания с точки зрения финансовой нагрузки. Потом постепенно приходила в негодность. Нужно было вкладывать деньги в модернизацию и так далее. И если говорить про необходимость и важность выставочного центра, то это точно не на 30 сотках, о которых мы говорим. Я тоже считаю, что нужен выставочный центр. Но совершенно правильного формата по современным проектным решениям. С большой парковкой, с возможностью трансформировать зал под разные события, разные мероприятия. Делать маленькие помещения, большие, раздвигать, сжимать, добавлять каких-то зрителей, проводить форумы и так далее. То есть зал должен быть многофункциональный, зал-транспортер. И, конечно, с большой парковкой и удобной транспортной доступностью. И в том числе до общественного транспорта. Мы обязательно и до этого дойдем. И в Одинцово уверен, появится этот выставочный центр. Проводим определенную работу с инвесторами, с торгово-промышленной палатой. Есть интерес, и мы предлагаем земельные участки для размещения такого объекта. Что же касается данной площадки. Как только мы начали проводить эти работы по реконструкции самого купола, нас начали атаковать представители бизнеса. Торговый центр, о котором уже говорили жители, действительно такое первое предложение, которое мы услышали. Это большой торговый центр. Причем без парковок, без ничего. Лишь бы занять весь этот пятачок земли и построить торговлю. Это жилищное строительство. Обязательно там 25-этажный дом с каким-то стеллобатом. Бизнес-категории. Дорогой, красивый, нарядный. Не хотите жилой дом, давайте половину дома назовем апартаментами. Люди будут временно там пребывать. Что-то гостиницей назовем и так далее. И все это из-за того, что нет, по сути дела, нет территории. Отдавать нашу парковую зону около пруда никто, естественно, не собирался. Вот есть 30 соток, пожалуйста, смотрите, с каким бы проектом вы пришли. Такую работу мы провели. И, честно говоря, мне ничего не понравилось, потому что это значительно ухудшало качество жизни в центре нашего города для тех, кто уже здесь живет. И принято было решение все-таки сделать там парковку. Порядка 80 мест. Современный паркинг с хорошим благоустройством, которое все, я уверен, видят и уже смогли оценить. То качество работы, то и те проектные решения, которые мы применяем. У нас будет такой вот действительно Одинцовский Арбат, вся улица недельная, интернациональная, с местами и отдыха, и велодорожка будет, и прекрасное мощение современное. И там же появится парковка. Потому что следующим этапом, и я уже об этом говорил на прошлом эфире, мы будем развивать и реконструировать нашу центральную площадь. И она действительно станет центром притяжения. Сейчас там люди наши проводят свое время только потому, что негде его провести. Больше лет. Безысходность, прямо скажем. У нас там и старые детские площадки, о которых говорили жители в прошлый раз наши уважаемые мамочки. И недоблагоустроенная территория вокруг нашего пруда Баранка, как в народе его называют. И так далее, и так далее. Я уже пообещал нашей молодежи большой скейт-парк там сделать к следующему году. Все это к себе начнет привлекать большое количество людей. А машины ставить негде. Вы же видите, как загружен центр. Поэтому к этому благоустройству, которое произойдет в следующем году и в ближайшие годы, нам обязательно нужно подтянуть и транспортную доступность, и эффективность с точки зрения наших парковочных мест. Поэтому там будет парковка. Ничем мы застраивать не будем, никакими жилыми домами, торговыми центрами. Будем правильно развивать по всем стандартам центр нашего города. Вот на таких рельсах мы стоим и сдвигаться не собираемся. Я думаю, что это решение, которое понравится всем в любом случае, чтобы кто ни говорил. Андрей Робертович, есть еще один звонок от телезрителя. И давайте мы на него ответим, а потом перейдем к нескольким хотя бы вопросам, которые были получены из соцсетей. Давайте. Я обращаюсь к телезрителю, который сейчас звонит. Здравствуйте, представляйтесь и задавайте ваш вопрос главе района. Добрый вечер. Добрый вечер. Марина Валентиновна. Я проживаю в городе Одинцово, в улице Солнечный, дом 9. У нас буквально неделю назад начал работать производственный тех ООО «Алипс» на территории бывшей сберкассы. В жилом доме, в 5-этажке, дом старый, в подъезде, в 4-м улице. Непосредственно моя квартира, в подъезде, в подъезде, в подъезде находится вот этот цех. И, значит, они у нас будут в 6-7 часов утра, и непосредственно у меня у внуков даже нет двух лет. Каждый божий день мой ребенок просыпается от шума вот этих звонков. Я говорю, неужели все ценится на деньги? Больше мы подали, конечно, его в ответнадзор и в прокуратуру, и я разговаривала с КУМИ, что эта женщина сдала в аренду. Я в просьбу на антистекрет они... Ну, мы не выдержим больше. Все погибли. Да, спасибо. Я надеюсь, что и адрес, и... Очень плохо было слышно, к сожалению. Я услышал только, Валентиновна, ООО «Олимп», цех... Операторы на линии, я уверен, записали, зафиксировали все эти данные. Андрей Робертович, ну что ж, я думаю, что... Завтра мы отправим туда проверку, разберемся, как, во-первых, какая компания занимает это помещение, что за цех, что производит, какой режим работы, ну и в целом, как они оказались в этом помещении, и все ли соответствует нормативам. Но то, что никакой цех не может быть на первом или в подвальном этаже жилого дома, я так понял, это пятиэтажка, это точно. Скажем так, не должен быть, но, к сожалению, возможно... Разберемся. Обязательно. И завтра, и я здесь не шучу, завтра мы отправим, соответственно, комиссию, которая проверит все аспекты. И правовую сторону нахождения данной компании, и уплату налогов, и лицензии, если это какое-то производство, и все необходимые, все необходимые разрешительные документации, которые должны были собрать для осуществления этой деятельности. Обязательно это сделаем. И не расслышал, как было имя, но вот звонящий по отчеству Валентиновна, мы обязательно ответим и примем самые жесткие меры по прекращению этого, так скажем, беспредела. Ну что ж, Андрей Робертович, а теперь к вопросам от пользователей социальных сетей, которые пришли за это время. Было их, конечно, гораздо больше, но, тем не менее, вот несколько я озвучу. Вопрос от пользователя Мелани Вонг. Касается он строительства новой школы в лесном городке. Вопрос-то неоднократно поднимался. Но, тем не менее, вот пользователь пишет, что в декабре объект опять не сдадут, у строителей нет денег, работы почти не ведутся, наши дети снова будут учиться в аварийной школе, когда реальный объект будет достроен и введен в эксплуатацию. Думаю, ключевое слово «реально» здесь вот. Здесь много, да, ключевых слов. Объект действительно на контроле. У нас работа эта проводится с переменным успехом, прямо скажем. Буквально вчера мы проверяли то, как ведутся работы на этом объекте, и, к сожалению, опять количество рабочих было сокращено. Опять же, из-за финансовых проблем застройщика, у которого в обязательствах было построить эту школу. Хочу и нашим жителям, которые пользуются соцсетями, я, кстати, все получаю, все эти запросы у себя на страничке читаю, и делаю следующим образом. Я не могу в онлайне отвечать, потому что я не успею банально тогда работать. Но мои помощники распечатывают каждое обращение, я потом, соответственно, расписываю по профильным заместителям или службам для отработки конкретного обращения. Поэтому ничего не пропадает, даже если какая-то кажущаяся видимость того, что я не отвечаю, то это не так. Мы все прорабатываем и стараемся либо решать проблему, либо потом отвечать уже со странички самой администрации. Что касается школы, возвращаясь к этой проблемной точке. Действительно, мы ставили планы декабрь этого года и полномерно к этому движемся. Уезжаем на объект, две недели назад я там был с очередной проверкой. Есть изменения и в бассейне, и в актовом зале, и в спортивном зале, и в жену-то не отделка закончена, и с фасадами на финише, стадион мы вместе с жителями смотрели. Не хватает денежных средств. Я принял решение, мы будем помогать за счет другого инвестора, компании, которая заканчивает школу. И я уверен, что в декабре мы все-таки выйдем на финиш и введем в эксплуатацию этот объект. Опять же, отвечаем не за свои обязательства, не за бюджетную стройку, но отвечать будем, и объекты введем. И как мы и договаривались с нашими жителями, которые вводят детей в существующую школу, если не декабрь, то в январе после каникул дети должны там оказаться. Мы все равно эти планы перед собой ставим, и к ним тяжело, но идем и движемся в этом направлении. Никто ничего не забросил. Хочу подчеркнуть, что школа, в которой дети сегодня находятся, не в аварийном состоянии. Да, она перегружена, переполнена. Мы не можем там выдать качественную образовательную услугу, потому что пришлось создавать новые классы из других помещений административных. Но школа не в аварийном состоянии. Здесь я бы попросил не передергивать, как говорят. Потому что, во-первых, этим можно напугать остальных родителей, а во-вторых, как же школа работает, если она аварийная. Значит, наше управление образования, контрольные службы пропустили объект, в котором есть серьезные какие-то нарушения, которые могут повлечь за собой травматизм или, не дай бог, какие-то тяжелые последствия. Это точно не так. Она перегружена. Да, эмоцию понимаю, разделяю. Объектом занимаемся. Еще раз хочу подчеркнуть, что он не брошен, не отдан на какую-то там вольность самому застройщику. Мы его точно достроим. Давайте разбавим вопросы от пользователей соцсетей и вопросом от реального телезрителя. Сейчас у нас есть на линии еще один звонящий. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос главе. Я? Да, да, мы вас слушаем. Добрый вечер, Андрей Робертович. Это звонит вам житель в деревне Хлюпино, сельское поселение Захаровское, Ковалев Александр Николаевич, директор детской спортивной школы Орион. У нас деревня очень хорошая, как и все наше сельское поселение. Но в нашей деревне есть одна существенная проблема. Уже около года, если даже не больше, у нас не работает аптека. Так как это очень важный вопрос для пенсионеров и тех, кто не имеет машины, и надо доехать до Голицына или из-за лесного отдыха. В общем, это большая проблема. Вот есть ли такая возможность помочь нам в этом вопросе и решить его положительно? Вот, собственно, вот в этом и заключается вопрос. Не знаю, мне кажется, у вас есть такая возможность помочь нам. Почему-то я уверен в этом. Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич, за вопрос. Немножко, конечно, нужно больше информации. Была аптека, и она закрылась. Существующая аптека не работает или вообще никогда не было аптеки. Вы можете, наверное, прокомментировать это в прямом эфире, ответить на вопрос. Вы еще на связи? Да, Александр Николаевич отключился. Я что предлагаю в этой связи, Александр Николаевич? В ближайшее время у меня будет поездка и в Захаровское поселение, и в лесной городок. Я просто поставлю себе в план посещение деревни Хлюпино и посмотрю в ходе поездки, что с аптекой. Мы вас обязательно найдем. Вы тоже подойдете на эту встречу, когда я приеду в поселение. И на месте разберемся с проблемой. Я уверен, как вы уже и сказали, я уверен, мы решим. Проблема с аптечным пунктом или с аптекой стационарной в деревне Хлюпино. Андрей Робертович, ну вот среди вопросов, которые касаются так или иначе транспорта, и хоть тоже очень много поступало, и транспортной доступности, я думаю, что вот на первом месте продолжает все-таки оставаться вопрос с нашей многострадальной эстакадой, не побоюсь этого слова, которая находится, должна связать восьмой микрорайон с основной частью города. Строительство объектов в 2010 году началось. Мы с вами тоже неоднократно к этому вопросу уже возвращались. Все сдвигалось из-за проблем с финансированием. Ну и все-таки вот сейчас, конечно, люди уже видят изменения. И тем не менее вопрос за вопросом следует, когда, 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 когда. Если можно, прокомментируйте. Ну действительно, Петр, был определенный скептиз у людей, которые увидели строительство объекта в 2006 году, потом, собственно, работы были приостановлены. Это действительно большие деньги, и многие считали, что никогда и средств, и сил до строительства эстакады у местной власти и районной не хватит. Здесь нам помогает бюджет Московской области. Вы знаете, что в прошлом году мы провели конкурс на эти работы, и компания-подрядчик вышла на строительство. Опять было много критики. Вышли на объект, мы начали проверять ход строительства, что нам совершенно четко объяснила подрядная организация, что это не строительство жилого дома, невозможно увидеть все там этаж за этажом. Сначала идет подготовительный процесс, потом собирается конструкция, и так как нам приходится перекрывать железную дорогу, то это будет очень короткий сжатый срок, уже на готовые конструкции и с одной стороны, и с другой. Просто положат сам мост, и дальше уже будут работы по монтажу, которые не повлияют на железнодорожное движение. Критики было много, никто не верил, опять все будет брошено. Особенно мне нравилось, как реагирует типичная Одинцова со всякими, собственно, своими коллажами, так скажем, по этому поводу, с моим участием. Все очень выглядело забавно и вызывало, ну, у меня, во всяком случае, положительную реакцию. Значит, наша тема интересная, действительно, люди ждут, и беспокоятся, и волнуются, и поэтому идет такая эмоция. Сегодня мы видим, что появились опоры, и на одной стороне, и на другой. Мы считаем, что порядка 25% уже работ сделано, все идет по графику. Регулярно выезжаем, проводим штабы, решаем те вопросы, которые ставят перед нами жители по шумоизоляционному экрану, по ограничению самого строительства. Шум, безусловно, мешает жителям 8 микрорайона. Но в целом все идет по графику, и в конце 2017 года мы эти работы закончим. В первом квартале 2018 мы, я уверен, откроем Путипровод, соединим две части нашего города, и нашим жителям не придется объезжать через МКАД, Минку, через нашу промзону, и тратить на это 30, 40, 50 минут, в зависимости от времени, днем это или вечером, в зависимости от пробок. Мы соединим, наконец-то, две части, и тем самым дадим полноценное развитие 8 микрорайону. Импульсники новые. Это будет серьезный импульс. Это будет, я бы сказал, локомотив развития, нормального развития территории, которая за железной дорогой. Это вот 8 микрорайон, это как раз образец того, какая была градостроительная политика. У нас настолько там все перемешано, и хаотичные промзоны, и жилой микрорайон, и отсутствующая инфраструктура, и близость к Минскому шоссе, который никак, собственно, не отгорожен микрорайон от живой трассы, и там тоже постоянные проблемы. И с шумом, и с загрязнением, и так далее, и так далее. Очень была непродуманная градостроительная политика. Сейчас уже ведется определенная застройка на территории старого военного городка, это Одинцово-1. Уверен, что как только заработает путепровод и 8 микрорайон начнет преображаться в лучшую сторону, и будут строиться и новые жилые дома, будет приводиться инфраструктура тоже в порядок. Это действительно будет локомотив с точки зрения экономики для развития этой части города. Ну и, конечно, мы их соединим, тогда это будет единое целое, чего на сегодняшний день нет. Жители все-таки с той стороны дороги считают себя почти не жителями Одинцово. Всегда вот такой барьер. Это вот там Одинцовцы, а мы вроде как в проблемной точке. То Промка, то Второй завод, по-разному там называют, они друг друга, но перекосы, безусловно, есть. И в развитии, и в стоимости жилья, и в наших возможностях развивать ту территорию. Есть у нас еще один звонок от телезрителя Андрея Робертовича. С вашего разрешения мы его примем. Здравствуйте. Представляйтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос главе. Здравствуйте. Я жительница Одинцова, Любарская Людмила Семеновна. Меня интересуют вопросы, Андрей Робертович, о новой постройке поликлиники номер два. Поликлиника очень маленькая. Раньше обслуживала небольшой завод. Теперь, когда район увеличился в 10, а может быть даже в 100, поликлиника осталась все та же. Узкие коридоры. Не проветривается совершенно. Здесь же сидят и онкологические больные. Онкологи принимают. Построено ведь здание онкологическое. Почему-то не переводят туда. И все мы сидим в этом небольшом здании, которое по санитарным нормам даже, по-моему, не подходит для поликлиники. Очень бы хотелось увидеть новое, красивое, светлое здание в нашем районе. Спасибо, Людмила Семеновна. Вопрос действительно тоже неоднократно звучал, Андрей Робертович. Да, Людмила Семеновна, и добрый вечер, и спасибо за вопрос. Мы и в этом году уже несколько раз выезжали на территорию с застройщиком, это компания ЮАстрой, которая должна построить поликлинику. Выбирали место, удобное для жителей. Если помните, у нас в прошлом году была определенная конфликтная ситуация с жильцами, когда поликлиника размещалась на месте существующей детской площадки, и жильцы дома вышли с протестом. Нам пришлось поликлинику смещать в другое место для того, чтобы никаким образом не задеть вот эти существующие и детские площадки, и спортивные площадки. Но это как бы перспектива. Что произойдет с существующей поликлиникой? С тем же застройщиком мы договорились, что в этой поликлинике будет произведен ремонт. Согласно уже тем нормативам, которые выдвигает Министерство здравоохранения, у нас есть бренд-бук, и каждая поликлиника должна соответствовать вот этим стандартам. Договорились, подписали необходимые документы, эта работа начнется. Что касается... Людмила Семеновна озвучила вопрос с онкологией. Мы по адресам Ажайской, 6-й дом, 134, подготовили онкологическое отделение. Ремонт в декабре... То есть строительство закончилось, сейчас идет внутренняя отделка ремонта. Ремонт этого помещения в декабре будет закончен, и этот объект передадут нам. Проговорили с инвестором, который завезет туда оборудование, необходимое для приема узких специалистов, врачей, онкологов. Также мы планируем в эту поликлинику посадить и кардиолога, и эндокринолога, чтобы оказывать еще и дополнительные услуги, и разгрузить тем самым существующую поликлинику. То есть ключевые вещи. Ремонт как первый этап, выводим онкологию, разгружаем существующую поликлинику, кардиолога выводим, разгружаем, эндокринолога выводим, разгружаем. Все это у нас планируется на первый квартал следующего года. Но строительство большой поликлиники мы начнем в следующем году, и, я думаю, два года на строительство компании «Юострой», взятые на себя обязательства, тоже выполнят. Андрей Робертович, ну что ж, большая работа была опять же проведена редакциями Одинцовского телевидения и Одинцовской недели по сбору предварительного вопроса. Все эти вопросы будут, естественно, переданы в администрацию для работы по алгоритму. Но вот один хотелось бы хотя бы озвучить. Валерий Григорьевич, житель Одинцова, его задает. Касается он такого, я думаю, многих волнующего вопроса. Когда планируется реконструкция футбольного стадиона или строительство нового? И он же задал вопрос, намечается улучшение базы для футбольного клуба «Выбор». Вот два таких вопроса футбольных, спортивных. Да, актуальный вопрос, что касается стадиона. В планах наших реконструкция стадиона на центральной площади, причем не просто реконструкция, ремонт, так скажем, существующего, а прям нормальная системная реконструкция, масштабная даже сказал. Я хочу, чтобы в Одинцово был стадион, соответствующий всем стандартам для проведения турниров, но если не международных, то точно по стандартам Российской ассоциации футбола, есть нормативы, в которые мы должны попасть и четко им соответствовать. С трибунами, с возможностью смотреть за профессиональными командами, за турнирами, которые будут происходить. И мы также ставим себе в план благоустройство прилегающей территории спортивными объектами, там, где теннисные корты, мини-футбольное поле. Просто все приведем в соответствие и нашим нормативам. И нормальный буркаут, и вот эти поля для многофункционального использования, для баскетбола, для мини-футбола и так далее, и так далее. Как только закончим проектирование, мы обязательно представим нашим жителям то, как будет выглядеть наша центральная площадь с учетом от реконструкции стадиона. К чемпионату 2018 года не успеем? Не знаю. Будем стараться. Во всяком случае, планируем во втором квартале следующего года уже оказаться в программе Московской области по финансированию этого проекта. И здесь есть подтверждение министра спорта, министерства Московской области, где мы прописаны уже в программу. Сейчас готовим документы, необходимые для того, чтобы соответствовать всем критериям. Поэтому второй квартал следующего года, я надеюсь, встанем на реконструкцию. Во всяком случае, все уже к этому у нас готово. Что касается футбола в целом, по-моему, команда выбора... Команда выбор, да, вот интересовала база, улучшение базы этого клуба футбола. Да, команда выбор, по-моему, это, так скажем, частная команда. Насколько я знаю. Да, и она точно у нас не стоит ни на каком бюджете, ни на софинансировании. Я, честно говоря, не могу прокомментировать развитие самой команды выбор. Хочу сказать, что с футболом у нас в целом, я считаю, неплохо все. У нас в третьем дивизионе две команды. Это футбольный клуб «Одинцов», футбольный клуб «Олимп», «Арбат», который участвует. Во взрослом чемпионате Московской области также участвуют две команды. Горки-2 и наша детско-юношеская спортивная школа. Есть поля в Ново-Ивановском, в Заречье, заканчиваем тоже большое футбольное поле. В Горках-2 построили хорошее поле. Надеюсь, что в следующем году и таки дал тоже гарантии, обязательства в старом городке закончить реконструкцию стадиона. С футболом все, мне кажется, у нас неплохо. Это не говорит о том, что не надо развиваться, потому что футбол очень популярный вид спорта. И чем больше мы вовлечем наших детей и молодежь в спорт, тем, конечно, лучше. Но в целом планы такие и за футбол такой остроты переживаний у меня нет. Валерий Григорьевич может не переживать. Валерий Григорьевич точно может не переживать. По выбору, наверное, разговор отдельный. Если есть какие-то идеи программы, пожалуйста, у меня есть профильный заместитель. Надо отработать с Авилом Виталием Викторовичем. Прийти с какой-то идеей, я всегда открыт для спорта точно на всевозможные поддержки, турниры и предоставление наших площадок для такого использования частными командами. Андрей Григорьевич, у нас остается буквально 2-3 минуты до очередной паузы, на сей раз с анонсами наших передач. И поэтому я предлагаю еще в таком ускоренном режиме ответить на один звонок нашего телезрителя и потом уже уйти на рекламу. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Моя фамилия Басенко, зовут меня Алексей Валерьевич. Житель нового городка, всем известного. Нас, грубо говоря, в этом году наконец-то приняли под крыло Одинцовские власти. И вот тут я узнал, что наш дом, я являюсь жителем первого дома, стоит первым на капитальный ремонт. Дом 1938 года постройки, с того времени, по-моему, я не могу, конечно, сказать, я гораздо позже родился, но, по-моему, он не видел никакого ремонта. И мне хотелось бы узнать, планируется ли ремонт начинать зимой, и какие рычаги контроля планируются, кроме общественного, администрации, там, Одинцовского района, не знаю, там, Никольского, сельского поселения. Алексей Валерьевич, спасибо за вопрос. Андрей Рупертович. Да, Алексей Валерьевич, добрый вечер. И спасибо, действительно, за вопрос. Боюсь, что за полторы-две минуты эту тему масштабно осветить не смогу. Скажу, постараюсь коротко. Значит, капитальными ремонтами занимается фонд капитального ремонта Московской области. Мы ежегодно согласовываем перечни домов, которые попадают в реестр капитального ремонта. Это было в 2015 году, в 2016 году. Сейчас мы отправили списки домов, которые попадут на 17, 18, 19. Фонд проторговывает подрядную организацию, которая потом выходит, согласно тому плану и конкретному перечню, на дома для проведения либо комплексного ремонта, либо замена лифтового хозяйства, либо утепление фасадов, кровли и так далее, замена внутренних сетей инженерных. Если на сезон попадают, ну, по каким-то причинам, вот, допустим, сейчас фонд решил менять кровлю на доме 38-го года постройки, в котором живет Алексей Валерьевич. Дом номер один. Конечно, ну, буквально сегодня ночью уже будет снегопад, и мы получили предупреждение, я, кстати, дал команду уже всем нашим службам выйти в усиленный режим и главам готовиться к метели и снегопаду. Кровлю в это время не разбирают. Соответственно, по каким-то причинам, из-за вот подрядной организации, нам придется это перенести на правильный сезон, когда это можно делать. Это касается и внутренних сетей, допустим, если мы меняем систему отопления, батареи и так далее. В тот сезон, когда работы делать нельзя, мы приприняем все возможные, так сказать, рычаги применим для того, чтобы перенести этот объект на, допустим, следующий год. Но если сезон нормальной работы были запланированы, то, конечно, будем требовать подрядной организации выполнения, качественного выполнения вместе с жителями дома, управляющей компанией, местной администрации, выполнения этих работ. Вот примерно так выглядит работа. У нас больших рычагов нет, но, уверяю вас, нас слышат в правительстве, нас слышат в фонде. Мы проводим совещания, ругаемся, сопротивляемся и в итоге выходим на какие-то, ну, так скажем, устраивающие всех решения. Никто зимой отключать батареи и менять крышу точно не будет. Мы этого не позволим. Есть определенные сложности, особенно по 2015 году. Часть домов, порядка 60%, которые не были сделаны, перенеслись на этот год. В этом году не по всем тоже сделана работа, мы их переносим на следующий год. Что касается 2016-го, с 96 домов на 87 домах уже ведутся работы. И мы планируем, что практически по всем домам они будут завершены, и фонд в этом году выполнит взятые на себя обязательства. Это касается и замены лифтов. Только лифтов мы меняем в этом году около 110 штук. Это большое хозяйство, большая работа. В этой части подрядчик Грандлифт нас, слава богу, не подводит. Ну, я думаю, что одна из гарантий это вот такие неравнодушные люди, как Алексей Валерьевич Басенко, который, если что, ударит в колокола, поставит в известность о работах, скажем, несвоевременных местную власть, ну и, соответственно, местная власть уже обратится в регион. Ну, однозначно. И все местные неравнодушные люди у нас входят в комиссию, которые принимают выполненные работы. Мы без людей, старшего по домам, полномочного по городку новому, без администрации мы не примем данные работы, а значит, не рассчитаются с подрядчиком. Они в этой части, они сильно замотивированы сделать все качественно и в срок. Ну, что ж, мы на несколько минут выключаемся на блок анонсов наших передач, а через несколько минут мы вернемся в эту студию, не переключайтесь, потому что впереди видеовопрос, видеовопрос на тему, которая, несомненно, интересует многих и очень многих, это тема здравоохранения. Петр пропустил, как звали нашего человека из видеообращения. Да, Игорь звали, Игорь Цветков. Да, Игорь Цветков. Игорь, добрый вечер. Вопрос актуальный по лаборатории в Востоком городке. Мы первый раз столкнулись с этой проблемой в прошлом году, когда я, объезжая медицинские учреждения, фиксировал, что необходимо сделать будет в следующем, то есть в 2016. Мы поставили амбулаторию лесного городка на ремонт, приведем все в соответствии с брендбуком, который есть, мы сделаем нормальную входную группу, отремонтируем внутренние помещения, заменим внутреннюю проводку, сделаем хорошую регистратуру, удобную для жителей в соответствии с теми стандартами, которые сейчас работают на территории Подмосковья. Буквально к четвергу, насколько я знаю, потому что мы на прошлой неделе проводили с медиками большое совещание с участием заместителя министра здравоохранения Маркова Андрея Сергеевича, и как раз заслушивали отчет по каждому медицинскому объекту, который попал в программу ремонтов этого года. К четвергу, насколько я помню, срок по сдаче терапевтического отделения, и в декабре будет в целом закончен ремонт амбулатории, и наши медики действительно получат комфортные, удобные условия для своей работы. У нас приоритетное направление, конечно, связанное с привлечением кадров, но комфортные условия, современное оборудование – это также приоритетные позиции. Они не могут идти в большом разрыве друг от друга. Привлекая кадры, мы показываем и нашу социальную помощь, и те условия, в которых наши врачи и медицинский персонал будут работать. И комфортные условия для привлечения кадров имеют очень значимую позицию. То есть люди хотят работать в современном помещении, в современной амбулатории, а не в каких-то заброшенных помещениях, где течет крыша, где свистит ветер в окнах и отсутствует отопление. Это уже все осталось в прошлом. Такого Одинцовский район себе позволить не может, да и в целом система здравоохранения Московской области. Ну что ж, Андрей Робертович, хотел предложить несколько отвлечься от социального блока, тем более, что есть повод. Недавно в Одинцовском районе, в нашем ледовом дворце, всеми любимом, прошел отборочный этап ночной хоккельной лиги нашего НХЛ, нашего ответа НХЛ. Матч открытия был, сборная звезд играла против любительской сборной Московской области. Матч был очень результативный, к сожалению, мы не выиграли. Но, тем не менее, удовольствие получили огромное от игры и зрители, и сами игроки. Мы знаем, что вы любите хоккей, что вы играете в него с удовольствием. Ну и вообще, можно ли вас будет вообще увидеть на льду? Насколько я знаю, вы и не проще поддержать хоккейных любителей Московской области, выйти на лед и забить одну-две шайбы, когда мы сможем вообще увидеть гол в исполнении Андрея Робертовича Иванова? Ну, тема действительно для меня близкая. Я люблю хоккей, люблю спорт и занимаюсь хоккеем с шести лет. Начинал в дворовой команде, заливали тогда самостоятельные хоккейные коробки и участвовали в местных соревнованиях. Проводили все свое свободное время тогда как раз во дворе, занимаясь хоккеем. Уделяя этому вопросу большое внимание, мы, как вы справедливо заметили, уже не первый раз проводим турниры, на которых участвуют наши звезды и НХЛ, и континентальные хоккейные линии, легенды советского спорта, наши многократные олимпийские чемпионы, чемпионы мира. И помимо того, что это зрелищный и интересный матч, у нас основная задумка, чтобы молодежь и дети, которые приходят смотреть хоккей такого уровня, что называется, в шаговой доступности, в близости практически вытянутой руки, могли и пообщаться с нашими легендами, и посмотреть на звезд, тем самым заражаясь хоккеем. Основное заразить детей любовью к этому виду спорта, командному виду спорта, где, выходя на хоккейную арену, где постоянно чувствуешь локоть или плечо товарища, где все болеют за командный результат, где мы тратим большое количество энергии, большая физическая нагрузка. И у детей, я уверен, будет прививаться любовь к здоровому образу жизни и к конкретному спорту хоккея. Мне он близок, потому что я постоянно играю в хоккей, и, может быть, это не так часто, как хотелось бы, потому что нет большого свободного времени, но по вечерам, поздним вечерам, в течение недели, один-два раза мы собираемся, играем, и на нашей ледовой арене для меня это особое удовольствие и побывать в команде, и такая антистрессовая, собственно, разрядка, сбрасываешь всю негативную эмоцию, негативную энергию, которую подхватываешь в течение рабочего дня, такая разгрузка. По итогам получаешь массу положительных эмоций, большую физическую усталость, держишь себя за счет этого в тонусе постоянно, общаешься с друзьями, с коллективом, с чиновниками, с которыми мы играем. И это позволяет быть постоянно в работе, таким подзаряженным в энергетическом плане. Очень мне это помогает, честно говоря, и по жизни, и в своей работе. Что касается самого нашего ледового дворца, мы, я думаю, родители, которые водят детишек, все это видят, знают. В этой части меня однозначно, я уверен, в этом поддерживают. Мы проводим большую модернизацию, реконструкцию, делаем новые раздевалки, центр хоккейного мастерства, новые хоккейные коробки, которые там уже работают. Вот вкладываем и душу, и силы, и средства для того, чтобы наш ледовый дворец стал таким центром, хоккейным центром Подмосковья. И я уверен, это будет. И даже сейчас у нас обучаются в прекрасной школе хоккея около 600 детишек. Мы заменили тренерский состав, все очень довольны и качеством, и постоянно записываются, записываются. И я уверен, что в следующем году нам даже льда не будет хватать, потому что он загружен, лед у нас все две арены загружены с 6 утра до часа ночи. У нас прекрасная школа фигурного катания, которая дает тоже очень хорошие результаты и у спортсменов, которые проходят через нашу школу, большое спортивное будущее. Поэтому будем развивать, будем проводить матчи, давать возможность и детям, и взрослым общаться с легендами, смотреть на этот высочайшего класса хоккей по уровню. И, конечно, наблюдать и радоваться тем, какие легенды приезжают к нам в Одинцово. И Фетисов, и Касатонов, и Макаров, и Мышкин, и из новых звезд Морозов, и Бурая. У нас были практически все. Мы всегда зовем, приглашаем, и я уверен, нам и в дальнейшем никто не будет отказывать и в этих благотворительных матчах, и в таких вот соревнованиях, как было с ночной хоккейной линией. Это был реальный спорт. И я вам честно скажу, все перед матчем были скептически настроены к легендам. Все считали, что ночная хоккейная лига с такой молодежью просто порвет. Перебегает просто их молодежь. Перебегает физикой. Да, но вы видели, какое мастерство, экономия как раз по затратам энергии. Культура игры вообще высочайшая. Сила экономили, да, и высочайшей техникой обыграли с каким перевесом. Шикарный был матч, и будет еще не один. Андрей Робертович, ну вот и в прошлый раз, и вообще я знаю, что вы любую возможность используете для того, чтобы напомнить жителям Одинцовского района о диспансеризации, которая сейчас проходит. И я предлагаю просто сейчас посмотреть краткое, опять же, видеоинформацию, касающуюся диспансеризации. И думаю, что вы еще раз, наверное, обратитесь к жителям, может быть, какие-то предварительные итоги диспансеризации озвучите. Итак, внимание на экран. В Одинцовском районе диспансеризация населения проводится ежедневно и даже в субботу, чтобы пациенты были свободны от основной работы и могли посвятить время своему здоровью. Для прохождения всех специалистов в лечебных учреждениях организованы зеленые коридоры. Это сделано для экономии времени посетителей. На всем маршруте пациентов встречают приветливые врачи, которые стараются сделать исследование максимально комфортным, а самое главное – уделить каждому внимание и заботу, дать профессиональную консультацию. Диспансеризацию может пройти каждый, главное, чтобы его возраст делился на три. Берите с собой паспорт, полис ОМС и приходите в свою поликлинику. Каждую субботу до конца декабря можно будет пройти всех врачей. Убедитесь, что вы здоровы. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Считают врачи и пациенты с этим мнением согласны. Именно поэтому за последние годы количество желающих пройти диспансеризацию неуклонно растет. Кстати, специалисты рекомендуют проходить полный медицинский осмотр не реже, чем раз в три года. Итак, Андрей Роботович, в нескольких словах еще раз о диспансеризации. Насколько удачно, на Ваш взгляд, она проходит, но удачно имеется в виду, насколько полный охват жителей? Да, Петр Иванович, оказался важный вопрос. Я хочу дать некую статистику. После нашего с Вами прямого эфира мы, и медики подтверждают, увидели определенный рост по жителям, которые пошли на диспансеризацию. И даже только ради этого мы с Вами будем проводить эфиры, если это как-то влияет на наших жителей. Безусловно, я не претендую на роль Кашпировского, не могу внушить нашим жителям и загипнотизировать на посещение наших медицинских учреждений, но хотел бы еще раз коснуться этой темы и рассказать, как на практике это устроено. В Венисовском районе мы уже через программу диспансеризации пропустили около 41 тысячи населения. Если смотреть статистику, то очень часто появляются ситуации, когда прям в ходе диспансеризации, я говорю про первый этап, выявлялись инфаркты, выявлялись прединсультные состояния, и происходила госпитализация прям с субботы, что называется, с простой диспансеризацией. Может быть, этим людям удалось за счет такой экстренной помощи в ходе банального обследования спасти жизнь. Это очень важно. Многие приходили сдавать анализы крови, совершенно чувствуя себя здоровыми людьми, ничего не предвещало никакой беды, так скажем. Анализы оказывались плохими, серьезными отклонениями, и это был реальный шок для людей. Тоже соответствующее лечение было прописано, и люди теперь занимаются и понимают, что есть отклонения. Очень важно пройти первый этап диспансеризации. Если будут какие-то подозрения, мы сразу даем направление на прохождение второго, более углубленного исследования этапа, что позволит выявить, очень важно, тяжелое заболевание на ранней стадии. Это основная задача. Помимо обследования текущего состояния и какой-то реакции прямо здесь и сейчас, наша основная задача выявить серьезные заболевания на ранней стадии, которые могут за собой повлечь тяжелые, может быть, смертельные последствия. Вот здесь я считаю, что диспансеризация очень важна. Нам с вами нужно, и здесь я обращаюсь уже к жителям, нам необходимо поменять наши отношения к этому процессу, поменять свой менталитет и все-таки научиться бережно относиться к своему здоровью. Проходя диспансеризацию, мы предотвращаем вот эти тяжелые заболевания, четко понимаем, в каком состоянии находится наш организм, тем более, что диспансеризация проводится бесплатно. Как уже было сказано в ролике, люди старше 21 года, чей возраст делится на 3 с, можно сказать, бесконечностью. И пусть приходит и пожилое поколение, кому уже давно за 8, за 90, всех наши медики готовы принимать и проводить необходимые анализы. Мы обычно с вами приходим в медицинские учреждения, когда, к сожалению, что-то заболело. Настолько усложнились заболевания, настолько мы живем в непростой экологической обстановке, огромное количество вирусов, инфекций, заболеваний, которые проявляются с точки зрения болевых ощущений на самой последней стадии. Этого нельзя допустить, если есть такая возможность. Я настоятельно рекомендую, я бы даже сказал, прошу жителей Одинцовского района посетить нашу диспансеризацию, пройти обследование, пройти какие-то глубокие анализы и уберечь себя и своих близких от возможных проблем с точки зрения лечения, проблем со здоровьем. Андрей Робертович, вот мне подсказывают, что уже более 350 звонков поступило на горячую линию. К сожалению, далеко не все мы можем принять. Но, тем не менее, сейчас еще один телезритель на связи, и я предлагаю ответить на его вопрос. Здравствуйте, представляйтесь и задавайте ваш вопрос главе. Добрый вечер, Андрей Робертович. Многодетный отец хотел бы задать вопрос. По участкам до конца года, там что-то обещали выбрать участки. И хотелось бы узнать, там вообще, так будет, продвигаются там очереди, какие там все вообще. Может быть, какое-то уточнение поставить пока на связи. Да, безусловно. Добрый вечер. Информации мало. Мне нужен номер очереди, ваши фамилии, отчества. Мы с вами свяжемся и скажем, когда вы получите участок. Программа не остановлена. Земельные участки выдавались в прошлом году. В этом году мы планируем выдать более 300 участков. И пока не закроем очередь, которая у нас, не к сожалению, извиняюсь за оговорку, которая у нас прирастает с каждым днем, мы эту работу не остановим, выдадим всем многодетным семям земельные участки. Вопрос второй у нас еще в обязательствах подведения коммуникаций и дорог к этим земельным участкам. Как я уже говорил неоднократно и в интервью, и в прямом эфире, мы прорабатываем по каждому конкретному участку сейчас проекты. И по строительству дорог, и по коммуникациям запросили все ресурсоснабжающие организации для того, чтобы они подготовили оптимальное предложение по затратам. Это большие деньги, я хочу подчеркнуть, это десятки миллионов рублей, которые нам необходимо будет потратить для того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Мы однозначно это сделаем. Что касается вас конкретно, вы дайте нам информацию, и обязательно мы с вами свяжемся, и четко вам скажем, когда вы получите земельный участок. Спасибо за ответ от лица нашего телезрителя. Ну и вот хотелось бы еще буквально пару вопросов, которые поступили в ваш адрес из соцсетей. Во-первых, пользователь Дорсетс поблагодарил за парковку около Можайского шоссе, на Можайском шоссе 37, писал в Добродел, и к назначенному сроку все выполнили. И огромное спасибо за остановку на улице Неделина, около дома номер 9, вообще город меняется к лучшему. Спасибо. А вот вопрос от пользователя Греат Макс, он тоже касается парковочных мест. Хорошо сделали парковки на улице Бирюзова, похвалил. Но нужно сделать так же напротив поликлиники и роддома. Езжу в поликлинику, негде парковаться. Вот такая, с одной стороны, благодарность, с другой стороны, продолжение вопроса. Да, тема на контроле парковки, которую мы обещали и запланировали в этом году, это больше тысячи мест, еще 150, по-моему, мест. Мы сделали. Большое количество благодарностей мы получили, особенно там, где проблемные точки, Бирюзова в том числе. Есть нерешенный вопрос с роддомом и с больницей. Территория, которая сейчас выглядит как пустырь, где проходит наша электросеть, ну, ЛЭП так называемая, мы ее обязательно превратим в парковочное пространство. И этой работой займемся в следующем году, как только позволит сезон. Поэтому наша и поликлиника, и центральная районная больница, и роддом будут точно обеспечены парковочными местами. Либо после реконструкции самой поликлиники, которая планируется тоже с начала следующего года, либо мы запараллелим как раз эти процессы и создадим, вот как я уже сказал, на этом пустыре парковку. Поэтому ничего не пропадает. Все просьбы от жителей в этой части мы все собрали в единый документ, так называемый паспорт по дефициту парковочных мест. Это работа на контроле в правительстве Московской области, у министра транспорта. И мы регулярно отчитываемся. Да, спасибо за добрые слова про доброделы, про парковки, которые были сделаны вовремя. Но здесь не буду кривить и скажу честно, что есть определенное отставание по одному из подрядчиков, который в городе Одинцово еще в некоторых дворах не закончил работы. И мы с вами, и жители, я думаю, это видят. Есть еще определенное неудобство. И мы уже так вот на грани того, что сезон заканчивается. Надо дожимать подрядчика, компания «Титан», насколько я помню. Ну, дожмем и сделаем. Какой бы «Титан», но дожмем все равно. Да, не было бы «Титан», но работу он выполнит. И будем планомерно уже в следующем году также использовать свободное пространство во дворах для парковок и вдоль наших основных улиц, для того, чтобы жители все-таки эту проблему вычеркнули из списка тех неудобств, которые мешают им жить. Андрей Робертович, буквально остаются две минутки, но, тем не менее, у нас есть еще один звонок, просят его очень принять. Две минутки для чего? Я думаю, что до окончания программы. Но вот звонок, я понимаю, очень такой интересный, наверное. Здравствуйте, представляйтесь и задавайте ваш вопрос главе. Алло. Добрый день, Андрей Робертович. Добрый день. Вас беспокоят большие веземы улицы Поселок Школьный. У меня два вопроса. Первый вопрос. У нас пятиэтажки. Первый дом, второй, третий, четвертый. Практически не обустроена придворовая территория. У нас очень старые тротуары около домов. Домам более 40 лет. Я не помню, чтобы они ремонтировались полностью. Так, какие-то зарплатки, которые моментально отваливаются. И, в общем, ну, хотелось бы, чтобы все-таки обратили внимание. Я понимаю, сейчас работа идет в Одинцово. Даже у нас городок 17 там все-таки благоустраиваться. Но на Поселок Школьный к нам почему-то не заглядывают. Вот это первый вопрос. У нас деревянные такие заборчики около домов. Они все давно уже сгнили, прогнили, упали. Лучше бы тогда их убрали или все-таки бы заменили на более цивильные металлические оградки. Ну, хотелось бы жить в красивом поселке. Вот. И второй вопрос. В нашей школе, в Одинцовской, в этой Большевиземской гимназии, напротив нее когда-то был школьный огород. Теперь это все заросло. Никто там не убирается. Там бы можно сделать было такой парк для мамочек наших молодых, для деток, чтобы дети играли. А там свалка абсолютно. Ну, и вечерами, в принципе, достаточно даже страшно там проходить. Вот хотелось, чтобы вы обратили внимание и попросили нашего главу нашей сельской администрации тоже обратить на это внимание. Вот. Большое вам спасибо. Ждем изменений к лучшему. Спасибо за вопрос. Спасибо. Не представилась, по-моему, звонящий донус? Марина Михайловна. Марина Михайловна. Марина Михайловна. Да. Марина Михайловна, что касается дворовых территорий и Больших Везем, городка 17, да, действительно, в ходе сегодняшнего эфира мы много говорим про Одинцово, потому что звонят жители Одинцово. Но это не говорит о том, что мы занимаемся только столицей района, только Одинцово. Мы каждый год по 10% дворовых территорий в каждом поселении благоустраиваем. Видимо, просто до конкретных вот этих пятиэтажек и этой территории еще не дошли силы руки у местной администрации. Просить никого не буду, дам поручение местной администрации отработать, связаться с заявительницей и четко дать информацию о том, когда в этом дворе будет произведено благоустройство. Мы обязательно в ходе наших поездок заедем и в городок 17 по этому адресу посмотрим визуально, как это выглядит. И что действительно можно поменять в коротком периоде. В одно касание, допустим, вот эти заборчики из деревянок сделать более качественные, из металла привести в порядок. А на что необходимо будет время для, ну, во-первых, это финансирование, нужно внести какое-то изменение в бюджет, запланировать в нашей программе благоустройство. Но мы обязательно до каждого двора дойдем. И по этому году мы всю программу с благоустройством дворовых территорий, мы ее выполнили. И то же самое будет и в следующем году. Что касается школы, если там свалка за вот этот отчетный, так скажем, месяц до следующего прямого эфира, мы с этой проблемой разберемся. Свалки никакой не будет. А как использовать территорию вместе с главой и нашим главным архитектором района определимся. То ли это сквер или парковая зона. То, возможно, многие школы-гимназии, особенно там, где нехватка мест в детских садах, предлагают для совместного размещения на одной территории и садика, и школы. И тогда мы там запланируем строительство детского сада. Не готов сейчас в прямом эфире ответить, что это будет, но за этот месяц мы представим концепцию и по развитию территории вокруг школы. Ну, безусловно, мы ее приведем в порядок, какая бы концепция ни родилась. И по благоустройству дворов в городке 17 и вот там, где по улице школьной пятиэтажки. Что касается самих пятиэтажек, то они обязательно должны попасть в реестр домов в фонде капитального ремонта. И там тоже будет срок того, когда ремонты будут произведены. То есть мы дадим полную картину Марии Михайловне о том, что она озвучила сегодня в прямом эфире. Ну что ж, Андрей Робертович, и больше двух часов мы уже с вами общаемся. Пошел третий час нашего общения. Количество звонков перевалило за четыре сотни. Поэтому можно продолжать, я думаю, бесконечно. Тем не менее... Да, мы только разогрелись. Поэтому огромное вам спасибо за то, что приняли участие в нашей программе. Это самая рейтинговая программа, безусловно, на нашем телеканале. И у нас уже не остается времени. Но тем не менее, я думаю, что коротенький, хотя бы там в двух-трех словах итог сегодняшнего эфира вы подведете. Какие вопросы все-таки зацепили вас как главу больше всего? И опять же, жители, я думаю, вы подтвердите, что могут рассчитывать на ответ. Да, зацепили вопросы, связанные с здравоохранением. Действительно, нам нужно приложить все усилия для привлечения врачей и узкого профиля, и среднего медицинского персонала. И все-таки обеспечить вот эту услугу, качественную услугу во всех поселениях, а зачастую где-то в шаговой доступности. Хочу поблагодарить всех наших жителей, которые звонят в студию, в прямой эфир, которые пишут обращения в социальных сетях, на мою страничку в Инстаграме, на мою электронную почту. Приходит большое количество обращений в администрацию Одинцовского района и в редакцию Одинцовской недели. Поблагодарить за неравнодушную позицию, непассивную позицию. По-разному все могут относиться и к власти, и к прямому эфиру. Но то, что у людей позиция небезразличная, неравнодушная, это вызывает уважение. И поверьте, мы постараемся сделать все, что в наших силах, для того, чтобы оправдать ожидания и эффективно отрабатывать те обращения, которые к нам поступают. Все обращения, хочу подчеркнуть, будут зафиксированы. Все, что звучало в прямом эфире, ляжет в протокол, который будет разослан всем профильным службам. И в течение месяца будет жесткий контроль за исполнением поручений. В общем, жесткий контроль личный. Я сам заслушиваю ход исполнения и правлю там, где бывают иногда попытки где-то отписаться, а где-то отработать не максимально. Отчет о том, что мы делаем, будет в Одинцовской неделе. Блоками будем размещать, и, соответственно, жители увидят свои вопросы и какие-то конкретные наши шаги и действия. Еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня в студии второй раз был прямой эфир и разговор с главой района, а не с волшебником. И вот так вот выйдя из студии и решить все вопросы Одинцовского района, которые копились десятилетиями, ну просто физически невозможно. Я уверен, что жители все это понимают, но зачастую эмоции захлестывают, потому что своя проблема, она ближе. И хочется вот пусть Иванов пойдет и решит это через неделю. К сожалению, не могу. Но то, что я буду прикладывать все свои силы и стараться решить проблему, это я гарантирую. И здесь готов отчитываться постоянно, регулярно. И там, где буду недорабатывать, пусть мне жители об этом говорят, и я однозначно все исправлю. Максимальную отдачу гарантирую. Про социальные сети проговорили, тоже все смотрю, вижу, не отвечаю в онлайне, но обязательно все просматриваю, потом даю поручения, тоже ничего не пропадает. Считаю, что такая форма, как мы с вами уже второй раз отрабатываем в виде прямого эфира, очень эффективная связь с нашими жителями. Я в тонусе, я чувствую по тем звонкам и проблемам, которые здесь обсуждаются, чувствую, что же беспокоит на самом деле наше население. Иногда мы перестраиваем приоритеты. Это очень помогает нам в текущей работе, особенно выезды на территории и живой, так скажем, взгляд на проблему, на успехи и на проблему и общение с жителями на территории. Эта обратная связь очень нужна. Хочу сказать, что нет каких-то у нас больших заблуждений или отклонений, но кое-где мы вносим коррективы в приоритетность, что-то меняем местами и выдаем какие-то решения, которые ждут люди давным-давно и их травмируют каждый день. А что-то переставляем на более поздний срок. В целом, очень доволен нашей с вами работой в студии, в эфире. Вот сегодня два часа с небольшим. Опять мы не уложились. Нет совершенно никакой усталости. Если будет такой запрос, давайте работать и два, и три часа, и четыре. И самое главное, чтобы после наших с вами эфиров жители видели изменения. Даже посмотрев сегодня видеоролик, я его видел вместе с вами первый раз, потому что я больше работаю с живыми делами, с документами. Даже по ролику видно, что уже каким-то конкретным людям мы помогли, сделали их жизнь лучше. Чем больше будет таких видеороликов, наших отчетов о изменениях в лучшую сторону, тем лучше будет нашим жителям. Тем у меня будет больше ощущение того, что мы работаем в правильном направлении. Хоть у меня есть уверенность, что мы не осиживаемся в кабинетах, выезжая на территорию и контролируя все происходящие процессы. Но, тем не менее, хочется еще это ощущать и от самих жителей, чтобы они говорили, да, после прямого эфира обратили внимание на такую-то конкретную проблему, и она либо решена, либо мы увидели изменения. Вот это для меня будет самое важное ощущение по итогам нашей с вами работы. Вам спасибо за то, как вы ведете наш диалог, за комфорт и за оперативность по принятию звонков и качественную информацию. Спасибо огромное, Андрей Робертович. Ну, над этим работает целая команда наша редакционная, и поэтому, я думаю, что это в первую очередь к ним относится. Еще раз... Спасибо всем, кто участвует. Я-то вижу у вас и камеру. Очевидно, за вами большая команда, сплоченного коллектива и телерадиокомпании Одинцовой. И всей моей команды, которая выполняет поручения, и так же, как и я, старается сделать работу свою хорошо и изменить ситуацию к лучшему. Ну что ж, уважаемые телезрители, программа «Главная тема» подходит к концу, подошла уже к концу. Мы снова увидимся с вами в последнюю неделю ноября. Те, кто успел задать свои вопросы во время прямого эфира, получат ответы уже к началу следующей передачи, до этого времени. Остальные вопросы будут проанализированы. На часть из них будет дан ответ на сайте администрации Одинцовского района. А часть жителей получат ответы, как об этом и говорил Андрей Робертович, в Одинцовской неделе. Итак, ждем ваших вопросов. Всего вам доброго. До новых встреч на канале ОТВ. До свидания.